Тема украинского долга перед Россией во время выступления Байдена в Верховной Раде не поднималась. Хотя именно с решением этого вопроса сейчас связана перспектива скорого дефолта Украины. Предоставленный Москвой займ в 3 миллиарда долларов Киев обязан погасить до 20 декабря. Осталось уже меньше двух недель. Месяц назад Москва предложила свой вариант расстрочки. Его озвучил на саммите 20-ки в Турции Владимир Путин. Россия не просто согласилась реструктурировать долг до 2018 года, но и предложила Украине даже лучшие условия, чем МВФ, выплачивать по миллиарду в год. Однако все это исключительно под гарантией властей США, Евросоюза или одного из международных финансовых институтов. Вашингтон выступать гарантом не захотел. И как сказал сегодня глава российского МИДа Сергей Лавров, это говорит о том, что за океаном в восстановление платежеспособности Киева не верят. Сегодня, кстати, был последний срок, когда западным кредиторам предлагалось отреагировать на инициативу Москвы по реструктуризации украинского долга. И вот как заявил пресс-секретарь российского лидера, теперь, если Киев вовремя не погасит долг, это будет дефолт. Россия предложила вариант реструктуризации. Путин выступил в Анталии с этой инициативой. К сожалению, наши визави не согласились. Каких-либо других предложений у Российской Федерации нет. Соответственно, по всем нормам финансовых международных отношений, поскольку это суверенный долг, наступает дефолт. Субтитры создавал DimaTorzok